Всем привет, с вами Агний Игнатьев. И вот, настал тот долгожданный день, и я наконец-то выпускаю вторую часть про нейросети в анимации. Ну, в этой части поговорится не только об анимации, но также о генерации портретов, генерации персонажей аниме. Конечно же, и сама анимация будет, анимация лица, анимация персонажей. Ну и под конец поговорим о новых таких решениях, при котором еще можно улучшить качество видео. То есть, берете старую картинку и улучшаете в качестве. Первая программа по анимации, о которой хотелось бы сказать, это программа для создания аниме-аватарки. Называется программа Make Girls More. Вы можете ее взять и попробовать на сайте, ссылочку, конечно же, я оставлю в описании. Эта программа, ну, прям сказать, очень-очень простая. Вы выбираете какие-то параметры, настраиваете там глаза, допустим, потом дальше что-нибудь включаете. Ну, вот я сейчас тыкну, просто так беспорядочно, и нажму создать. И сейчас нейронная сеть, и нейронная сеть выдает вот такого анимешного персонажа. Конечно, здесь есть какие-то артефакты, но и нейронная сеть несовершенна. Но забавно, что это даже далеко не самая лучшая нейронная сеть по созданию аниме-персонажа. Сейчас мы еще одну нейронную сеть с вами разберем. Называется следующая нейронная сеть Крипко. Она как раз основывается на создании аниме-персонажа. Как вам показано на экране, вот эта нейронная сеть может генерировать различного рода всяких персонажей. А вот тут рассказывается о том, как, собственно, она построена, на чем она акцентируется. Вот тут добавляются ушки и тому подобное. Также оставляю сайт к этой нейронной сети. Ссылки в описании вы можете посмотреть и изучить еще и Крипко. Но на этом мы не собираемся останавливаться. И переходим к следующей нейронной сети, которая также создает аниме-персонажей. Эта нейронная сеть называется Waifu Labs. То есть она все так же берет и просто генерирует персонажей. Ну, как вы видите, вот взят персонаж и вот тут разные вариации генерации. Это также в виде сайта представлено. Вот мы берем там, допустим, ну тыкнем сюда. Вот у нас что-то прогружается. Дальше тут, я как понимаю, выбираем цвет. Ну, допустим, вот такой цвет. И видите, уже какой-то интересный результат образовывается. Ну, а дальше выбираем какие-то детальки для этого персонажа. Ну, например, вот так. Бах. И, кстати, достаточно круто получается. Ну, и уже теперь мы выбираем позу. То есть представьте себе, у нас есть персонаж, и мы можем ему менять позы. Если честно, для меня это просто какая-то фантастика. Это реально очень удобно взять, такого персонажа создать. И уже дальше это отрисовывать, практиковаться в рисунке и тому подобное. Реально крутой сайт. Всем рекомендую попробовать и поиграться с этим делом. Ну, а дальше переходим к просто безумной программе под назовем You Got It. Смотрите, это очень крутейшая нейросеть, которая может создавать ваше аниме-персонажа или аниме-аватарку просто по фотографии. Как вы видите на экране, вот тут взяли фотографию, вложили в эту нейронку. И она вот тут такого аниме-персонажа создала. Конечно, да, с артефактами. Ну, и прогресс не стоит на месте. И все это дело дорабатывается. Какие-то нововведения вводятся. А вот картинка из твиттера. Люди тоже взяли и играли с этой нейронкой. И вот получали какие-то изображения. Иногда изображения, конечно, получаются прям безумно корявые. Но иногда эти изображения достаточно годно выглядят для какой-нибудь аватарки. Ну и, конечно же, обязательно я ставлю вам ссылку на статью про эту нейронку. Почему вам я рекомендую ознакомиться с ссылкой на статью про нейронку? Дело все в том, что здесь очень интересно в этой статье описывается сравнение этой нейронки с другими нейронками. И это сравнение очень прям очень интересно читать. Так что рекомендую ознакомиться с этой статейкой. Ну, а мы с вами идем дальше. И теперь нейронка, которая рисует портреты. Называется это нейронка AI Portraits. Также я оставлю ссылочку в описании. Вы можете повнимательнее все это дело рассмотреть. И, как вы видите, вот здесь сейчас вам показывается пример, когда взяли уже видео и начали переводить в портреты. Если честно, для меня это просто фантастически. Вы только представьте, вы можете взять со своими друзьями, отснять друг друга. А потом с помощью этой нейронки сделать, мягко говоря, очень офигительный мультфильм. Это реально круто выглядит. Это реально очень безумная технология. Ну и, конечно же, если вам прям очень интересна подробность об этой нейронке, как я сказал, ссылки будут оставлены в описании. Вы можете на это просто взять посмотреть, потыкать. Может быть, даже где-то ее можно скачать. Лично я не успел проверить, можно скачать эту нейронку или нет. Но, судя по всему, как и многие нейронки, они сейчас легко скачиваются и легки в использовании. Но зато я точно знаю, какую нейронку сейчас можно спокойно скачивать. Это нейронка ApeSiv. Ну, по крайней мере, на сайте ApeSiv. В чем прикол этой нейронки? Она оживляет фотографии. То есть, вы, скорее всего, уже сталкивались на ютубе, как с помощью этой нейронки облагораживали, так сказать, видео. И соединяли видео с какой-нибудь картиной. И получался очень интересный результат. Реально безумно крутая нейроночка. Ее реально просто берете, скачиваете. Потом в нее закидываете секвенцию видео. И закидываете пример фотографии, с помощью которой эта нейронка должна эту фотографию обработать. И получаете результат. То есть, реально очень быстро все это делается. Все это очень прикольно выглядит. И без всякого труда. Но если вы наберетесь терпения, то скоро на моем канале выйдет видео по работе с этой нейронкой. Так что, ждите. А теперь, ну, просто безумная нейронная сеть, которая у меня просто в голове не укладывается. Эта нейронная сеть называется Artbreeder. Это нейронка, которая способна генерировать морфинг двух фотографий. То есть, вы берете одну фотографию, закидываете. Вторую фотографию закидываете. И эта нейронка берет и делает что-то промежуточное. То есть, вы можете сохранить, конечно, промежуточные результаты этой фотографии на любом этапе, который вам понадобится. Если, кстати, очень интересно, то туриальчик по этой нейронке я тоже могу взять и записать. Она тоже несложная и очень доступная. Но вот на сайте мы сразу видим много примеров, которые вот люди сейчас берут и генерируют. Вот тут можно даже увидеть, что вот это сгенерировано 4 часа назад. Я не знаю, что хотели получить с помощью этой генерации. Но если мы зайдем сюда, то мы можем увидеть, что здесь генерировалось вообще. Хороший вопрос. Я даже не понимаю, что человек генерировал и зачем. Здесь все очень запутано. Окей, давайте еще тут поглядим на что иметь. Ну, например, вот это что такое? А, вот тут все просто. Вот это взяли, соединили с этим и получили как будто картинка какого-то органа в разрезе. Ну, хорошо, давайте еще посмотрим. Например, вот эта генерация. Вот эту картинку взяли, соединили с этим и достаточно круто. Но на самом деле эта нейронка может генерировать не только какие-то морфинги, но также и портреты. То есть, с помощью этой нейронки можно взять, просто создать свой портрет. И это просто безумно круто. Вот даже у них в Твиттере, можете увидеть большую часть, это именно картинки о том, как создаются портреты. Вот тут люди просто берут, играются с настройками и вот тут получается какой-то результат. Но если же мы вот, например, на сайте все это дело посмотрим, берем, например, вот этот портрет, заходим сюда. Видите, какой классный. И мы можем увидеть, как он именно тут генерировался и увидеть, что сюда вставлялось. Здесь вставлялись какие-то фотографии. Мы вот сюда заходим и видим всю дорожку генерации. То есть, вы видите, тут бах-бах-бах и что-то начало получаться. И в результате получилось что-то вот такое. Если честно, очень-очень круто. Ну, реально круто. Но, правда, с артефактами, но это можно подправить. Рекомендую, кроме сайта, обязательно еще ознакомиться с их Твиттер-аккаунтом. Тут часто выкладывают всякие видео о том, как что работает. Также мы можем просто перейти в самом сайте. Вот мы сейчас с вами находились в браузере, просто просматривали результаты. Также мы можем сами взять и перейти в генерацию. Тут начать старт. Тут обязательно, видимо, нужно зарегистрироваться. Ну, а дальше можем как раз в портретный режим зайти. Или просто взять и посоздавать какие-то вещи еще прикольные. Но, кроме аватарок, тут также и присутствует создание абстрактных обложек. И вот вы видите какие-то странные, но прикольные обложки. Если вы когда-нибудь хотели создать себе обложечку в заавторство нейронной сети, то, пожалуйста, можете спокойно зайти на этот сайт и сгенерировать обложку. Тут также можем мы просмотреть, что с чем генерировалось и тому подобное. Все реально очень-очень круто. Кроме обложек, также видно, что и нейронка может создавать фоны. Я, если честно, даже как-то об этом не задумывался. Но реально очень круто. Вот тут мы можем отследить. Взяли вот эту картинку, соединили с этим и получились фоны. Блин, это настолько круто, что я понимаю, что для создания некоторых мультфильмов теперь можно обходиться без специалиста по бэкграундам, а просто неплохо так комбинировать. Да уж, это очень-очень круто. Ну и, конечно же, последняя вкладка, опять же, создание аниме персонажей. Также давайте зайдем и отсмотрим, что здесь соединялось. И также можем проследить этап создания этой аватарки. Ну, все реально очень круто. Ну и еще, конечно же, раз повторяюсь, рекомендую вам ознакомиться с их твиттером. Здесь люди прям что-то крутецкое делают с помощью этой нейронки. Ну и так что, само собой, эта нейронка просто must-have. Вы обязательно должны ее куда-то сохранить и обязательно поюзать ее, попробовать. Я сейчас не знаю, она в бесплатном доступе или в платном доступе. Но если память мне не изменяет, то она должна была быть в бесплатном доступе. Но обязательно по этой нейронке я еще приложу статейку на сайте DTF. Вы можете тоже почитать, что, как работает эта нейронка и так далее. В этой статейке все очень достаточно интересно описано. Ну, а я лично на это не буду много времени тратить. Ну, а теперь мы перешли на южнокорейскую нейронку, которая может создавать анимацию. Мы берем картинку вашу и берем видеореференс. И вуаля, нейронка берет и создает анимацию. Это настолько круто, что, если честно, мне до сих пор в это не очень как-то верится. Как-то слишком круто. Также, если мы зайдем на их сайте, то мы можем увидеть, что здесь говорится не только о том, что персонажи могут просто взять танцевать, но еще и двигаться в 3D пространстве. И это прям взрыв мозга какой-то. Так что рекомендую ознакомиться с их сайтом, посмотреть их видео. Вот тут у них реально очень интересные примеры показаны. Ну и, конечно же, есть переведенная статья про эту нейронку. Также оставлю ссылку в описании. Ну, судя по этой статье, эта нейронка не так уж и легко пользоваться. Тут для сборки понадобятся какие-то компоненты определенные, и вам придется разбираться в этом немножко поглубже. Ну, а теперь ошеломительная нейронка, которую создал Samsung. Многие из вас уже успели, наверное, увидеть это видео. Берется здесь фотография, соединяется с анимацией. Как я понимаю, наверное, можно это соединить с отрисованной от руки анимацией, либо же, наверное, это можно соединить с видео. И вот у вас такая анимация очень-очень классная получается. Я тоже оставлю ссылку, конечно, и на это видео, и там уже по шарте, может быть, поглубже это дело разберете. Но, как по мне, это также все просто фантастическая нейронка, которая может делать уже оживление фотографий. Значит, в скором времени будет оживление и мультфильмов. Ну, а если кто из вас, кстати, не смотрел первую часть, то переходите на первую часть про нейронка в анимации. Там как раз я рассказывал про оживление мультфильмов. То есть уже есть некоторые нейронки, которые позволяют просто по сценариям создавать мини-мультфильмы по Флинстонам. Если вам интересно, то переходите туда. Также мы переходим к следующей нейронке, а это Let's Enhance. Не уверен, что я правильно прочел название этой нейронки, но в чем суть этой нейронки? Она берет старую вашу фотографию, которая, возможно, сделана была когда-то там в 2007 году на Sony Ericsson, и берет и улучшает ее качество. Конечно, я не уверен, что от Sony Ericsson уже можно как-то улучшить качество, но тем не менее. Эта тоже нейронка находится в виде сайта. Вы можете просто взять, загрузить свою старую фотографию, либо вы можете загрузить какой-нибудь рисунок. И она берет и улучшает качество вашего рисунка. Вот их сайт. Он очень просто выглядит. Прям безумно просто. Перекидываете и получаете результат. Как я понимаю, здесь есть платная подписка. Тут видно, что планы, цены. Если нажмем сюда, то мы можем увидеть даже стоимость работы с этой нейронкой. Ну ладно, я думаю, что некоторые деятели могут заплатить за это деньги. На самом деле, это не единственный нейрон, который может улучшать качество. К сожалению, у меня не было целью собрать все нейронки, которые могут улучшать качество вашего видео или картинок. Так что здесь я собрал лишь только две нейронки. Теперь переходим к следующей. А это просто очень странная нейронка, но которая меня очень порадовала. Эта нейронка называется Аниме 4К. То есть она берет вашу картинку анимешную, либо видео анимешное, и улучшает до качества 4К. А как вы видите по результату, результат очень убедительный. Самое крутое, что могу сказать про эту нейронку, что она находится на гитхабе. По крайней мере, ее описание есть на гитхабе. Вы можете здесь взять, почитать. Вот тут написано, как это работает. Правда, все это дело на английском. Но если вы не умеете читать на английском, то в гугле предусмотрена такая вещь, как перевести эту страницу. Берете и переводите. Вуаля, вы теперь читаете английские статьи. А ловкость рук и никакого мошенничества. Ну, тут также показано, собственно, и про аниме персонажей. Ну, как я понимаю, что эта нейронка глубже, чем просто работа только лишь с аниме. Ну, а на этом все. Выпуск про нейронные сети я заканчиваю. Если вам понравился этот выпуск, обязательно пишите в комментариях, и я буду готовить третью часть по нейронным сетям. Если честно, сейчас нейронных сетей, ну, прям, ну, очень много, что их может хватить еще на 2-3 выпуска. Ну, а на этом все. Всем всего хорошего. И большое спасибо за лайки, за комментарии. Они мне помогают. Они помогают также продвигать видео на YouTube. Меня видят больше людей. Ну, и, конечно же, безумное спасибо за донаты. Во время работы над своим YouTube-каналом мне иногда приходится тратить как свое собственное время, которого у меня очень мало, так и свои деньги. Так что ваши донаты мне безумно помогают, и хочу вам сказать всем спасибо большое. Но обязательно еще, кстати, не забывайте про группу Телеграме. Обязательно туда вступайте, потому что там я общаюсь с вами, и будем поддерживать связь. Всем пока!